Итак, это рубрика Откровения Михайловича. Я бы хотел в этом новом, но довольно коротком видеоролике сделать акцент на одну мысль и конкретно ее раскрыть. Это тема интродэй торговли. Вот смотрите, вы уже знаете, старые подписчики меня знают, который год. Который год повторяю, что я занимаюсь как интродэем, так среднесроком, так у меня раньше были вообще инвестиционные позиции в рынке. Вот, в рамках 2022 года я решил для себя более активно торговать, чтобы посмотреть, какие стратегии наиболее эффективно работают. Из стратегии интродэй, в том числе скальпинга. Так вот, бытует мнение, что на интродэй можно только сливать. Ну, на самом деле, я не знаю, как многие из вас сливают эти деньги на интродэй, но если говорить более точно и досконально, то на интродэй сливать просто нереально. Нужно настоятельно брать и сливать. Я про интродэй торговлю делал неоднократно обучающие видеоролики в рамках основы биржевого торговли. Если вам не взападло, вы это посмотрите. Если вам глубоко взападло, вы, естественно, будете сидеть и говниться, и думаете, что рынок это казино. А он так совсем не бывает, в принципе. Так вот, я всюду и мысль свою к тому, что если вы делаете в день примерно с одной сделки 0.4-0.5%, это уже нормально. С интродэй сделки. Но при этом вы должны делать, например, если вы на одной сделке заработали 0.4%, на второй сделке 0.4%, на третью, на четвертую, на пятую, на четвертую, на четвертую, на четвертую. эмитентов ну например газпром сбербанк втб лукойл там так нефть либо нефть газ фьючерс на ртс либо фьючерс на друг рубль доллар на не играет роль может природный газ вам понравится там каждому свое и согласно моим обучающим видеороликом там где увидите сигналы в лонг либо в шорт вы их торгуете и если вам в моменте рынок дает забрать профит в районе 04 там 05 или там 07 процентов забирайте и в рамках интераде торгует нормальная прибыль потому что вы в рамках интераде торгой внутри дня торгуете не только одной сделкой а может у вас там сделок пять-десять ну вот например у меня лично когда как я могу с одной сделки взять 0 4 процента как сегодня с газпрома могу взять со сделки плюс-минус полтора два там уж три-четыре процента как всегда по-разному зависимости от волатильность на самом деле в рынке с точки зрения опять же внутри дневной то есть интераде торговлю и вот примеру берем среднюю доходность которыми получается одной сделки это 0,8 процента например я умножаю это на 7 сделок внутри дня вуаля пять с половиной процентов уже вышло из них я естественно высчитываю ндфл комиссию брокеру комиссию банку и прочего в этом духе и чистыми у меня на выходе плюс-минус 4,7 дефис 4,8 процента от интродей сделки в день то есть арифметика логика в принципе простая и соответственно если такие базовые правила в башке у себя держать чтобы котелок это потом долбаные правила варил вы не будете бабки сливать в рынке вы будете бабки в рынке зарабатывать но если мужичок не может переварить какие-либо моменты вместе с мозговыми извилинами вместе с чем-то там еще то что в башке есть естественно будет сливать все это я еще раз говорю если вам не в западном можете посмотреть основу биржу торговли весь цикл обучающих видео там более детально все озвучено и сказано как может торговать внутри дня внутри недели три месяца не играет роль я даже при желании могу скором времени например завтра либо после завтра можно следующей неделе сделать обучающие видео касательно сигналов на рынке какой он дает как это вообще выглядит со стороны но естественно все подробности раскрывать в таких видео не собираюсь потому что там если мои личные наработки моей личной стратегии но что-то эдакое я могу озвучить то что шаблон видит все но подтекст корень к счастью не все видит эту радует вот и соответственно со сделки забираете 040 506 процентов еще такую же такой же ряд сделок совершаете и непосредственно уже из рынка выходите и знаете на самом деле совершая такие сделки в день на трейдинг уходят от силы часа 45 не более того и не надо сидеть у терминала от 7 утра до там не знаю 23 ночи достаточно у терминала отсидеть из 10 утра до часу 2 дня там ряд сделок совершите потом уже идти по своим делам вот это и есть трейдинг это и есть свобода в определенном смысле этого слова но внимание повторяюсь еще раз чтобы перестать сливать бабло то что многие из вас делают потом мне многие в личку пишут многие плачутся многие так сопли вообще потом по моей личной жилетки растирают что мне лично неприятно я вам еще раз говорю основы биржевой торговли цикл обучающих бесплатных видеороликов на нашем youtube-канале посмотреть не поленитесь потому что многие на самом деле пишут мне лично в сообщении либо в ютубе либо где-то еще как-то эдаке мол надоело работать на иван ивановича на марью дурьевну и хочу уйти на вольные хлеба так чтобы уйти на вольные хлеба вы должны быть готовы именно если на вольных либо в рынке в рамках стратегии скальпинга там интродэя не в рамках инвестиции в рамках спекуляции сам настоящих вы должны быть готовы тупо ждать свою долбанную прибыль как сраный снайпер на этом сраном рынке потому что большинство из вас я вот что заметил вы суетливы как грёбаные кролики серьезно говорю то минута проходит вы в сделку вошли вы не сразу убегаете то что то еще просто 5 10 зачем судиться лишний раз я не понимаю если можно войти в зоне там где рынок дает сигнал в лок либо в шорт еще раз говорю согласно основам биржевой торговли те виде ролик который я публикую в графе плейлисты и внизу основы биржа торговли цикл супер обучающих видео хронометраж буквально на неделю обучающих видео тексту 29 видеороликов и потом когда вы в сделку вошли либо в лонг либо шорт просто ждите но опять же в чем еще заключается спекулятивный передоз большинства большинство сука лезут на все деньги вы чуть дебилы в конце концов извините за такие подробности вы нахера на все бабки лезете в рынок на спекуляцию на шорт на лонг лонга шорт я не знаю что у вас там еще в башке какие там макаки сидят играют в барабаны бьют даже вот я например если вхожу к улево спекулятивную идею я сразу для себя выделяю из 25 процентов от моего оборотного капитала какую-то часть например 10 процентов на ту или иную спекулятивную идею из которых 4 процента на спекуляцию я паркую тогда когда вижу сигнал остальные в принципе 6 процентов это как бы оборотные так вот маневровый капитал если вдруг цену маркетня задемпингует еще ниже я там возьму и комбо усредню тем самым я комбо сильно то есть универсально прям конкретность собьюсь и средний цену и потом черт возьми я в номинале заработать больше баба чем могу заработать с помощью 4 процентов капитала там грубо говоря будет 10 процентов на спекуляции понимать логику а рынок он торгует от уровня к уровнями если вам кита около рыночки ссаны и говорят то что рынок так не работает вы можете просто в рожу харкнуть искать пошел ты на отсюда фраер махнарылый и все потому что рынок работает от уровня к долбаному уровню рынок это сборище алгоритмов рынок этом совокупность математики мат анализа алгебра геометрия тут все все чему обучают нас по факту еще в начальных школах если вы не уясните алгебру геометрию тогда вы сейчас здесь просто просплыветесь то есть от непонимания от неумения того 6 происходит и будете бабки сливать но я эту брешь в вашем понимании еще раз говорю застопорил графой плейлисты основу биржевой торговли вот еще раз это плейлист показываю при желании если вам как говорится не в западлу можете посмотреть все это поэтому еще раз говорю в рамках интераде торговли зарабатывать можно и зарабатывать можно эффективный зарабатывать можно там 45 процентов в день не трудно это делать повторяюсь но вы должны для себя уяснить базовые моменты базовые вещи которые многие просто не хотят уяснять которые многие вот приходит фронта и говорит типа ну блин у меня времени то меня работы я там бизнесмен крутой матер или там я на иван ивановича работы там за станком стою времени нету у вас время по вечерам есть либо ранним утром посидеть что-то посмотреть что-то изучить время то есть желание нету признайте себе в этом не надо меня здесь надувать я не вчера родился господа и дамы поэтому и данный фактор следует учитывать чтобы как говорится в дураках на рынке не оставаться в общем помните про это помните и профит с вами любом случае будет но я пошел искать другие торговые идеи благодарю за внимание до свидания